И мы сейчас должны быть очень внимательны в отношении всех перечислений по карточкам, например. Любые обороты денежные между физическими лицами, они попадают в рисковую зону. Налоговая инспекция в результате проведения камеральной проверки может сказать, что данные денежные средства являются вашим доходом. Поэтому они подлежали обязательному декларированию. Соответственно, вы должны были заплатить с них налоги. Вот вам уведомление. Либо докажите инспекции с неопровержимостью абсолютных доказательств, что это не доход. И это довольно сложно доказать. Нет, минутку. Это непонятно. Допустим, я человек работающий, есть зарплатная карта. Есть. Я перечисляю, допустим, члену семьи, который не работает. Я перечисляю какие-то свои денежные средства. И что? Как сотрудник, получив денежные средства на вашу зарплатную карту, вы оплатили все налоги. И удержал работу дать, и заплатил. Далее. Вы перечисляете некому лицу. Какому? Если маме, если ребенку, окей, вы можете объяснить. Они же не знают, ребенок этот мой или нет. Но если будут проводить проверку, вас попросят доказать. Ах, они еще и проверку будут проводить? Это же мои деньги. Я хочу, может, Петя их перевести, что ли? Да, да, да. Правильно, но если для Пети это доход, то Петя обязан этот доход задекларировать и с него оплатить. Потому что, может быть, Петя не брат или сын, а может быть, он вам на постоянной основе делает маникюр. А может, я ему отдал. А если в долг, если вы представите налоговый договор, где будет написано, что вы дали Пете эту сумму в долг, он обязуется ее вернуть на эту же карту, тогда у налоговой никаких вопросов к вам дальнейших не возникнет. Но вы представляете объем документов, которые под каждую проводку вам придется иметь? Нет, минуточку. Это от определенной суммы или это от всех? От любой. Мы сейчас оказываемся в ситуации, когда налоговые органы очень внимательно следят за бюджетом. И если это право в отношении физических лиц, они реализовывали, ну, я бы сказала, не всегда, или от суммы, которая превышает 600 тысяч. Сейчас это будет распространяться на все переводы между физическими лицами, которые совершаются с карты на карту. Ну, допустим, у нас принято, ну, вот кто-то идет за мороженое, и мы потом все на карточку ему бросаем по 40 рублей, ну, там, сколько это стоит, и что? Мы должны будем... Предприниматель. Он будет должен, вы не должны, предприниматель. Кто зарабатывает, чем в рабочее время, а кто-то и мороженое продает. Будьте внимательно, если на вашу карточку постоянно, там, раз в месяц или раз в несколько месяцев, раз в неделю поступают определенные суммы от определенных лиц, будьте готовы к тому, что у вас может возникнуть не очень приятная ситуация спором с государством в лице налоговой инспекции. Хорошо. А если, допустим, там же есть графа, где-то я слышала, что есть, если ты напишешь для чего и что это цель вот этого перевода, тогда как бы это многое объясняет. Или нет? В случае, если это дарение родственнику, либо передача денег в долг любому лицу, лицо, которое получило эти денежки, даже если оно получало их на постоянной основе, не имеет обязательств, чтобы эти денежные средства декларировать и налог с них уплатить. А, да. Если не такого, если это действительно доход, например, вы платите, ну, я не знаю, садовнику, который не показывает данные денежные средства налоговой инспекции, но, тем не менее, у него есть карточка, и он раз в месяц получает туда 30 тысяч, рано или поздно к нему придет налоговая инспекция и скажет, почему ты не заплатил? А если я ему пишу садовнику, люблю тебя, и перевожу деньги, то что? В дар. А, я должна написать в дар? В дар. Потому что люблю и что? Люблю и в долг, люблю и возвращаю долг, люблю и прошу, чтобы ты мне пошел что-то купил. Нет, нет, нет. А, надо писать в дар. В дар. Но если этот садовник не ваш близкий родственник, то ему тоже надо будет заплатить налог, поскольку денежные средства, полученные в дар, то есть безвозмездно налогом облагаются. Безвозмездно. То есть даром. Вот вы не удивлены?